Приветствую, друзья! Это я сниму сейчас. Не обращайте внимания, но это для того, чтобы вы обратили внимание. Дело в том, что поскольку у меня шея травмирована и оперирована, у меня всегда, как у индикатора, реакции наиболее чувствительные. И на смену погоды, и, например, на то, что если я вдруг понервничал, это внимание, внимание, вдруг сразу у меня начинается процесс, который связан, видимо, с щитовидкой, видимо, с надпочечниками, с корой надпочечников, ну, по всей теории стресса. Потому что я сразу чувствую напряжение, я сразу чувствую спазмы, зажатость и судорожное состояние. Вот. Отметьте, пожалуйста. Я сейчас скажу, что надо делать для того, чтобы не было этого. Потому что вот эти негативные эмоции, как только я, ну, сниму, 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 как только я понервничаю, как только у меня напряжение, я тоже понимаю, как надо сбросить, и вам это советую. Для этого надо качать эндорфин, потому что у меня происходит выброс, и у вас происходит выброс андреналина, поскольку негативная эмоция, она стимулирует мобилизацию, мобилизацию, вот эти вот, 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 вот. И есть ещё так называемые панические атаки, которые возникали у человека. Ну, они ещё могут быть чисто психологические, а могут быть и сумма привязанности. То есть, вот, паническая атака прошла, например, вы оттуда вышли, а потом идёт повседействие, и через некоторое время только может опять схватить, а для вас это неожиданно. А это говорит о том, что есть органы, которые наиболее подвержены вот этим напряжением, ну, при всяких стрессах, но они дают реакцию. Поэтому, поэтому я вам и давал вот эти узелки на память, потому что, когда вы делаете вот эти вот переключатели-доминанты, вы выходите из доминанта стресса, и самое главное, вы этим самым наперекор адридолину качаете эндорфин. Поэтому вам момент, когда у вас такое напряжение, когда вы нервничаете, когда у вас дефицит позитивных эмоций, качать эндорфин надо добавлением позитивных эмоций. Да, сразу вспоминаете что-то приятное, очень приятное. Одновременно делайте узелки на память, разминаете ушки, разминаете носик, разминаете точки, которые у вас перенапряжены, болезненны. Ну, я всё это показывал, рассказывал и так далее. Короче говоря, я хочу вас снабдить десятками советов разумных, которые выработаны у меня, помогающие мне, как личный пример. Потому что люди, которые действительно испытали тяжёлое состояние и вышли из этого, они имеют опыт. А те, которые ничего не испытывали и просто транслируют один от другого, один от другого и приносят вам, ну, там есть масса заблуждений, масса ошибок, масса тонкостей, потому что, как говорится, дьявол прячется в деталях. Поэтому, друзья, качайте эндорфин, когда вам плохо, вспоминайте какие-то хорошие ситуации и добавляйте снятие спазмов сосудов мозга вот такими переключательными доминантами. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok